Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Еще одно «нет» – экотехнопарку. Жители Санникова проголосовали против размещения рядом мусорного полигона. Чтобы мы своим детям такое пагубное наследство не оставляли. Сделал горько и больно. Судебный пристав обвиняет мужчину, который заступился перед ним за женщину в оскорблениях. Колесом по истории. Общественники возмущены дрифтом на территории бывшего сереброплавильного завода. В Алтайском крае выросло число заболевших корью. Три новых случая выявили на днях и теперь в регионе в общей сложности семь официально зарегистрированных больных корью и 900 людей, которые контактировали с ними. А значит, потенциально могут либо заболеть, либо заразить других. Грозит ли нам эпидемия кори в сюжете Елены Макаренко? География кори расширилась. Еще по одному случаю добавилось в Барнауле и Тольменском районе. Одного заболевшего зарегистрировали в Михайловском. Причем в последнем случае человек привез заразу из другого региона. Из семи в общей сложности заболевших полуторагодовалый ребенок и шестеро взрослых. Новые выявленные в данный момент уже в больницах, а первых четверых на этой неделе из стационаров выписали. Основная мера профилактики – это вакцинация. То есть мы с вами, как уже говорилось, должны были привиты быть в детстве. То есть мы должны были получить в детстве прививку двукратно в один год и в шесть лет. Те, которые у нас в детстве, ну или не знали, или не были по каким-то причинам привиты, взрослые прививаются до 35 лет. И отдельные категории групп риска профессионального – это медицинские работники, работники образования и социальных учреждений – прививаются до 55 лет. За последние 10 дней число тех, кто пересекался с больными корью, выросло на пять сотен. И теперь контактных официально уже 900. Но, возможно, их еще больше. Установить это сложно, поскольку барнаульцы, к примеру, по-прежнему не жалуют теплым приемам медиков, которые обходят квартиры, чтобы установить контактных. Так, в городе сейчас специалисты пытаются обойти многоэтажку на улице Сергея Семенова, где выявили новый случай кори. Но и здесь, как и в доме Наускова, медиков неохотно пускают в квартиры. В Роспотребнадзоре настоятельно призывают горожан изменить поведение. Не хотят люди контактировать с медицинским работником. Никаких ограничений для просто контактных по кори нет. Если он не привит, его прививают, и он дальше продолжает свою жизнь. Но он находится под меднаблюдением. Медицинские работники 21 день его каждый день опрашивают, осматривают. И если он сам это увидел, он должен сразу сказать, у меня сегодня произошло то-то-то. В Роспотребнадзоре признают, что этой зимой кори распространилась шире, чем в годы последних ее вспышек. В 2015, 2018 и 2019. Так, если обобщить данные четырех сибирских регионов, то получается уже больше 70 случаев заболеваний. Однако эпидемию кори в Сибири, в частности, нашем крае специалисты пока не прогнозируют. Говорят, делают все возможное для быстрой ликвидации очагов. Но развитие ситуации, подчеркивают сотрудники ведомства, во многом зависит от сознательности населения. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители села Санниково сказали свое твердое «нет» в строительству экотехнопарка на их территории. Решение приняли на публичных слушаниях. Местные жители единогласно проголосовали за то, что мусорному полигону рядом с их домами не место. Придется ли искать новую территорию для складирования отходов, расскажет Дмитрий Дроздов. Прошу голосовать. Единогласно. 145 жителей села Санниково в рамках публичных слушаний проголосовали против появления на их земле полигона для мусорных отходов с ныне модным названием «Экотехнопарк». Пока ситуация притормозилась. Люди все равно держат это все на контроле, никто не собирается вхлопать в ладоши, что мы победили. В любом случае все это идет на контроле. Пока временная палка. Да, да. У нас такое же было после 21-го, когда люди вышли в администрацию. После всех этих собраний у нас было затишье. И правда, история с появлением «Экотехнопарка» в Первомайском районе имеет свое начало. Компания «Механизатор» пару лет назад планировала расположить полигон площадью более 500 квадратных метров рядом с поселком Новый. Люди и тогда сказали нет. Но от идеи компания не отказалась. И уже в 23-м «Технопарк» хотели разместить рядом с Фирсово и Санниково. Причем на территории, кроме полигона и мусороперерабатывающего завода, механизатор планировал расположить складские помещения и места под захоронением мусора. Ни в коем случае, если лаконично, ни в коем случае не допускать таких паразитов на территорию нас, чтобы мы своим детям такое пагубное наследство не оставляли. На слушаниях жители Санниково были эмоциональны, но выкрики с мест скорее единичны. Желание народа сказать нет полигона, по сути, подтвердила и докладчик, разработчик генплана села компания «Земпроект». Эксперт пояснила, «Экотехнопарк» по документам должен был появиться еще 21 год назад. Все сроки истекли, а о продлении никто не заявлял. Второе, почему мы можем убрать. Министерство, которое разрабатывало схему размещения отходов, пояснило, что программа оказалась неэффективной. То есть никаких мероприятий сейчас не производится, чтобы организовать все, что там было запланировано. Соответственно, вряд ли в ближайшие 5-10 лет эти объекты будут реализовываться. Что будет теперь на территории, отвоеванной жителями у мусорного полигона, пока неизвестно. Но известно другое, где может все же расположиться тот самый экотехнопарк. И это совсем неподалеку, в Зудилово. Уже реализуется инвест-проект в Барнаульской зоне, как раз в Первомайском районе. Буквально в ноябре подписана соответствующая инвестиционная программа Министерства Малатайского края. Объект уже фактически готовится и реализуется. Поэтому целесообразность появления еще в этом небольшом участке, то есть для этой части за рекой, за мостом, она вызывает сомнение. Сергей Войтюк отметил, что в любом случае проблемы складирования и переработки мусора решать необходимо во всех зонах края, в том числе и Барнаульской. Ведь на территории краевой столицы рано или поздно полигон придется закрыть. Он исчерпал свои возможности. Но, как и многие, придерживаются позиции. Пусть экотехнопарки появляются там, где мусор раньше уже складировали. Есть база, да и люди вряд ли будут против расширения годами сложившихся полигонов. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле продолжается суд над мужчиной, который заступился за свою соседку. Евгений Мелечкин увидел, что у женщины арестовывают машину судебные приставы. Мужчина решил вмешаться в ситуацию. Теперь один из приставов утверждает, что Евгений оскорбил его, вызвав нравственные страдания. Накануне в суде выступили свидетели со стороны обвинения. Коллеги Пристава. Подробнее в сюжете. Неравнодушие, которое обернулось уголовным делом. В Барнаульце Евгения Амелечкина обвиняют в оскорблении Пристава. Эта история произошла летом прошлого года. Мужчина увидел, что у его соседки арестовывают машину. Евгений решил заступиться за одинокую мать и вообще уточнить, кем являются сотрудники, приехавшие на арест. По словам Амелечкина, Пристав, он же потерпевший, так и не показал ему удостоверение, хотя был в форме. Пристав, в свою очередь, утверждает, что Евгений оскорблял его. Да так, что теперь представителю власти горько и противно. Напомним, Пристав выступил против видеосъемки в суде. Мы можем лишь процитировать его. Я говорю, уважаемый, вы либо рот закройте, потому что вы сейчас наговорите себе на статью, либо покиньте место. Он не успокоился, материл меня по-всякому, оскорблял. Евгений Амелечкин утверждает, это все выдуманная история, чтобы отомстить за вмешательство. Женщина, из-за которой и произошел конфликт, одна воспитывает ребенка и на тот момент выплачивала долг умершей мамы. По ее словам, с каждой зарплаты с нее удерживали 50%. Однако женщина говорит, что Приставом этого было мало, и они решили забрать машину, которая была оформлена в кредит. Вышел гражданин Амелечкин, не ошибаюсь фамилию. И, собственно, его заинтересовала, видимо, данная ситуация. В суде потерпевший поделился, что долго переживал из-за оскорблений в свой адрес и даже плохо себя чувствовал. Кроме того, у него даже был испорчен отпуск из-за всей этой ситуации. Мужчина в форме испытывал нравственные страдания, за что попросил выплатить ему 20 тысяч рублей за моральный ущерб. В тот день пришлось даже вызывать подкрепление. Ну, ажиотаж там начался. Вас туда кто-то направлял? Да. Кто? Ну, начальник наш. Назовите. Салямова Леонид Анатольевна. Понятно. Для чего она вас туда направила? Для безопасности нашего коллеги. Отметим, что отстоять машину все же удалось. А сам конфликт уже стал достоянием общественности. За несколько дней наш предыдущий сюжет набрал более полумиллиона просмотров и тысячи комментариев, большинство из которых на стороне подсудимого. Мы продолжим следить за этой темой и обязательно расскажем, чем закончится история о нравственных страданиях пристава. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульцы почтили память героического подвига ленинградцев. Сегодня 79-я годовщина со дня полного снятия блокады. Традиционно место сбора на мемориале славы. Сегодня здесь возлагали цветы представители краевой и городской власти, вооруженных сил, правоохранительных органов. Пришли и те, кто были детьми в те далекие годы. К слову, в крае осталось около полутора сотен блокадников. В Барнауле их 74. Ни отца, ни маму я не знаю. Отец как ушел на фронт, так и не вернулся. Пропал без вести. А мама в 42-м году попала под обстрел. Я помню, что к тетям мы ходили в гости, и они все время держали занавески черные. Ну, окна завешивали. Когда бомбежку объявляют, они окна завешивали. Я помню дуранду. Дуранду. Это, знаете, как пряник. Это домашние девчонки приносили нам и угощали нас, чтобы мы не дрались. Суровый холод, без света и воды. Особенно сложными были зимы 41-42-х годов. Постоянно хотели есть, вспоминают ветераны. Напомним, 872 дня блокады унесли жизни полутора миллионов солдат и гражданских лиц. И еще столько же были эвакуированы. В основном женщины и дети. Многие из которых впоследствии погибли от голода и бомбардировок. Внук мне сказал, баба, а что ты собираешь крошки? Я даже этого не замечала, ребята. Но у нас уже инстинкт выработанный. За каждую крошку, знаете, отдать все, что угодно можно. Потому что мы с голода умирали. Что для вас сегодняшний день значит? Очень много значит. И воспоминаний. И такое торжество, которое не передать. Дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах губернатора Алтайского края не будет. Об этом заявила председатель избирательной комиссии региона Ирина Акимова. Ранее в Краевом законодательном собрании отклонили предложение одной из партий провести опрос населения. Хотят ли жители голосовать удаленно? По словам Акимова, часть населения может и готова к этому. Но такой формат все равно идет как дополнение к традиционной форме воли и заявления. К тому же пока непонятно, потянет ли край дистанционное электронное голосование технически. В этом году в нашем регионе вновь проходят выборы. За первые полгода пройдет 7 голосований за посты главпоселений до выборов в АКЗС. Но главные выборы за кресло губернатора Алтайского края назначены на 10 сентября. По мнению экспертов, у Виктора Томенко велики шансы продлить срок. Но не исключены и варианты появления интересных кандидатов, которые смогут перетянуть голоса. Во время встречи с Акимовой журналистов интересовал также бюджет выборов и во сколько может обойтись второй тур. Вот что ответила председатель края избиркома. 350 млн 615 тысяч рублей при формировании предварительной сметы расходов, связанной с организацией проведения выборов, избирательная комиссия Алтайского края, а также лица, уполномоченные на финансовое обеспечение выборов, учитывают все виды расходов, в том числе и с учетом двухтурового вида проведения избирательной кампании. Общественники не оценили соревнования по дрифту, которые недавно прошли на спички. Первым о мероприятии высказался краевед Данил Дегтярев. Историк считает, что дрифт и объект культурного наследия – вещи несовместимые, так как старинные здания могут пострадать. Что на этот счет думают организаторы соревнований и почему они решили провести заезды именно на спички? Об этом в сюжете Ирины Корчагиной. Поехал, тем временем у нас Рейсбих и Федотов. Рейсбих едет лидером, едет широко, едет хорошо. Дикий кубок на спичке, который дико удивил общественников. В тот день историк Данил Дегтярев пришел на субботник, а попал на гонки. Краевед считает, что дрифт среди старейших построек в городе – мероприятие неуместное. Кроме того, Данил восмущен, что никто из СМИ не упомянул, что заезды проходят на объекте культурного наследия федерального значения. Оба этих репортажа были построены так, что не упомянули о том, что вот это территория сереброплавильного завода, что это стартовая точка истории города, что это памятники архитектуры федерального значения, то есть что это важнейшее историческое место. Это было названо территорией арт-пространства Спичка, старый спичечный завод. То есть как-то вот так, по сути дела, вот эту историческую тему обошли. Максим Карпенко рассказывает, что сегодня в городе практически невозможно найти площадку для дрифт-соревнований. Спичка пошла навстречу. Организаторов сразу предупредили – здания должны остаться в том виде, в каком они были до дрифтеров. Пилоты готовились два месяца. На трассе вдоль объектов построили снежные барьеры, чтобы машины не могли пробить ограждения. Данил говорит, что зрители заметили осколки, которые могли отлететь из-за столкновения со зданием. Осколки там были, и был специальный человек у нас на мероприятии, который ходил, эти осколки по треку собирал. Вид спорта достаточно контактный. Автомобили могут еще до момента, когда их увидели зрители, контактировать друг к другу кузовами. Там, где Данил, говорит, видел осколки, они действительно были, потому что там перепад высот идет. Машина сначала ускоряется, потом замедляется. Это все нужно пилоту отработать. И не у всех это получается с первого раза. Поэтому было очень много контактов. Они есть в этом спорте. На мероприятии велась прямая трансляция, которая есть и в нашем распоряжении. На кадрах видно, что от автомобиля действительно отлетают детали, но при столкновении машин. Витя, кстати говоря, отстегнул бампер, а еще у него вот-вот отстегнется левый задний фонарь. Жуткие вещи, да, вышел бампер из чата. Ох, 35-й засугробился, так как эпично. В Алтае охранкультуре нам пояснили, что их ведомство не наделено такими полномочиями, чтобы согласовывать мероприятие на территории памятников истории. Также специалисты пояснили, что после Дикого кубка они проверили территорию. Сообщаем, что специалистами управления проведен осмотр объекта культурного наследия. По результатам не обнаружено механических повреждений и разрушений памятников в ходе проведенного собственником мероприятия по дрифту на автомобилях. На самой спичке говорят, что согласились на кубок по дрифту, чтобы развивать территорию. Потребовалось несколько недель переговоров, но тем не менее, вроде как получилось, смогли и вроде они не против и дальше бы продолжать. При одном условии, чтобы было тихо, спокойно, ничто не нарушалось. Самое главное, чтобы не нарушалась целостность исторических конструкций. Так что, возможно, это не последний дикий кубок на территории. Но на спичке, в свою очередь, говорят, что помимо дрифта они занимаются и культурными мероприятиями. Так, на спичке планируют проводить театральные постановки, концерты, выставки и даже вечера знакомств для пожилых людей. И, конечно, здесь ждут всех на традиционной субботнике. Мне бы хотелось бы через ваш телеканал обратиться вообще, в принципе, к людям. Ребят, ну давайте как-то поактивнее, активизируйте свои силы внутренние и еще какие-либо. И приходите на эти субботники, помогите, поддержите историческую ценность Барнаула. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком. Строить или покупать дома под служебное жилье. В медицинской сфере озвучили еще одну меру, благодаря которой можно решить проблему нехватки врачей в селах. Такую идею подал Андрей Коломеец, проректор по развитию регионального здравоохранения медуниверситета и руководитель профильной рабочей группы в общественной палате. По его словам, медвоз готовит достаточно медиков по целевым договорам, но большинство из них довольно скоро уезжают из сел. Предоставленное жилье могло бы, как минимум, задержать этот процесс. Опыт по Российской Федерации нашли в Туле. Принята программа, возобновлено, как в советские времена было, служебное жилье. Также на 10 лет выдают квартиры, через 10 лет можно их приватизировать. Но человек-то уже не 3-4 года, а 10 лет как минимум отработает. И в большинстве случаев оттуда уже через 10 лет не уедет. Специалист подсчитал, что на каждую ЦРБ нужно в среднем по 5 многокомнатных квартир. Начать можно было бы с межрайонных больниц, где нехватка врачей ощущается острее. Учитывая количество районов в крае, бюджету бы потребовалось около полутора миллиардов рублей на строительство или покупку служебного жилья. Свою инициативу он представил общественной палате. Позже документ направит в Минздрав, парламент и правительство региона. Больше 90% импорта используют в своей работе врачи-ортопеды-травматологи. До недавнего времени это не было проблемой. Однако теперь вопрос стоит острый и требует решения. Сегодня на профильном заседании в Барнауле этот вопрос обсуждали специалисты из разных регионов. На повестке дня не только обсуждение передовых методов лечения и вопросов улучшения качества оказания медпомощи, но и проблем, назревших в травматологии и ортопедии. У нас на подключение планируется не менее 150 лечебных учреждений, которые будут участвовать в проведении данного заседания. Часть очно здесь, другие удаленно. Проблем в отрасли рассказывают врачи немало. Основное сегодня – это импортозамещение. Практически все имплантаты ранее поставляли из-за рубежа. Это все высокотехнологичные изделия. И они в основном поставлялись у нас до недавнего времени, в общем-то, из-за рубежа в основном. Чего там греха стоить. В основном американские компании нам сюда все завозили. И держали наш рынок, в общем-то, не побоюсь этого слова, железной рукой. Как считают сами врачи, большое внимание нужно уделить развитию отечественного производства. И контроль качества изделий – это еще одна зона ответственности Ассоциации травматологов-ортопедов. Нужно, чтобы доктора получали качественную продукцию, и она не уступала зарубежной. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. Семь безответных шайб и полный контроль игры. Хоккеисты «Динамо Алтай» во втором матче Сирии против «Саратовского кристалла» уверенно разобрали своих соперников. На матче побывал мой коллега Дмитрий Дроздов. Полупустые трибуны, но поддержка под завязку. Тот самый случай, когда болельщиков мало, но их слышно. Первый период ничем особенным не запомнился. Две шайбы в начале и спокойная игра. А вот вторые 20 минут наши хоккеисты-болельщиков порадовали тремя заброшенными шайбами. Сегодня все линии, начиная с вратарской и кончая нападением, защитой, просто безобразно, конечно, играли. Надо отдать, конечно, должный соперник, хороший настрой. Точку в матче «Динамо Алтай» поставили в третьем периоде, забросив еще две шайбы, установив итоговый счет на табло 7-0. Стоит отметить, что это первая сухая победа в сезоне. Хоккей на самом деле довольно простая игра. Все простое, простые и правильные решения, они, как правило, более эффективны, чем какие-то выдуманные. Поэтому нет, была установка не расслабляться, не останавливаться, играть в хороший, правильный хоккей. Пока игры регулярки можно занести в список полутренировочных. В плей-офф мы уже точно попадем, благодаря казанскому «Фениксу», который снялся с первенства. Наша команда автоматически переносится на четвертую строчку. А именно столько команд будут вести борьбу за кубок. Спасибо, Казань! Ну а что касается «Кристалла», сегодня у команд день отдыха. А уже в эти выходные болельщиков ждет еще два матча в 17.00 на Читов-арене. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.